Ставрополь сегодня принимал гостей из Китая. Краевой центр впервые посетила делегация городского округа Хайхэ. В программе визита, знакомство с достопримечательностями региона и обсуждение перспектив сотрудничества. Чем Ставрополье и китайские партнеры могут быть полезны друг другу в сфере культуры, образования и туризма, обсудили на совещании в правительстве края. Особенно гостей заинтересовали наши минеральные источники. Китайцы планируют набраться опыта в производстве или способах лечения целебными водами. На Ставрополье огромный опыт по освоению и производству минеральной воды. Наша делегация сможет многому у вас научиться. Краевые парламентарии продолжают работать над бюджетом 2016. Сегодня в Комитете по эконом-развитию, торговле, инвестициям и собственности был представлен прогноз социально-экономического развития края. По словам специалистов, самый сложный период мы прошли в 2015 и в следующем году пойдем вверх. Ожидается возобновление промышленного роста, увеличение доходов населения, и, следовательно, активизация потребительского спроса. Но некоторые депутаты усомнились в позитивных прогнозах. Исходя из того, что в вашем социально-экономическом отчете отражено то, что у нас на самом деле идет либо падение, либо снижение, я лично не согласен с тем, что, исходя из этих данных, можно прогнозировать какие-либо положительные тенденции в будущем периоде. На сегодняшний день наш агропромышленный комплекс получил уникальную возможность расширить собственное производство для удовлетворения возникшего спроса и завоевания внутреннего рынка сбыта в связи с благоприятной макроэкономической конъюнктурой в условиях ограничения импорта зарубежных продовольственных товаров Российской Федерации.